Магнитное поле постоянного тока Магнитное поле действует на движущиеся заряды Магнитное поле действует на движущиеся заряды Магнитное поле Магнитное поле действует на движущиеся заряды 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 поведению плотности тока G на R умножить на SDL разделить на C на R в кубе. Вот это первая формула, которая довольно часто используется. SDL это наш элементарный объем ДВ, и мы получили, что DB равняется G на R на ДВ разделить на C на R в кубе. Однако на практике, как правило, мы с вами измеряем не плотность тока, правильно, а измеряем силу тока И. И мы с вами здесь видим, что у нас как раз-таки встретились, да, плотность тока G, площадь S, и значит это по модулю равняется силе тока И. Получается, мы эту формулу можем переписать через измеримые параметры, да, как правило, G мы не измеряем на приборах, мы измеряем силу тока с помощью амперметра. Поэтому можем переписать следующим образом. G умножить на S, это у нас сила тока, величина скалярная, амперметр показал 5 А, значит 5 А, правильно, это не куда-то там он бежит, направо, налево, это величина у нас скалярная. И мы вектор перебрасываем с вектора G, перебрасываем на DL. Говорим, что DL у нас будет вектор, который смотрит ту же самую сторону, в которую смотрит плотность тока G. Тогда мы это соотношение можем переписать вот таким вот образом. У нас получается, что величина индукции магнитного поля DB равняется величине силе тока И умножить на векторное произведение DL на R разделить на C на R в кубе. Ну и далее мы с вами понимаем, что поскольку у нас магнитное поле постоянного тока, то это означает, что у нас ток обязательно замкнутый, поскольку это постоянный ток. И тогда мы можем записать все это дело в виде интеграла. Используя принцип суперпозиции, мы уже суммируем не отдельные зарядики, а уже отдельные элементы с током DL. И получаем, что поле B равняется интегралу. Первый вариант. 1 на C, G на R, D, V. Это я использую вот это соотношение, да, вот эту вот дробь. Разделить на R в кубе. И второй вариант. Это последнее соотношение в правой части слайда, которое было введено. Мы можем написать, что поле B равняется 1 на C интеграл по вот этому замкнутому витку с током и на DL на R векторно разделить на R в кубе. Собственно, в этом и состоит наш закон Биасавара Лапласа. Давайте мы его с вами на некоторых простых примерах посмотрим, чтобы ввести следующие понятия, которые необходимы нам в билете. И начнем с простого примера. Это бесконечный провод с током. Представим себе на секунду, что у нас, вот у нас есть с вами некоторый провод. Да, вот здесь вот у меня, значит, начинается бесконечность, да, ну, пускай вот тут вот у меня начинается минус бесконечность, там у меня. Плюс бесконечность. И, соответственно, у нас с вами есть начало какой-то оси. Вот у нас начало оси 0, да, и вот на расстоянии R от нее я хочу найти величину магнитного поля B. И буду я использовать как раз-таки те соотношения, которые были на предыдущем слайде рассмотрены. Мы с вами понимаем, что величина поля DB у нас равняется чему? Ну, только что мы с вами писали, что это сила тока I на C на R в кубе, на DL и на R. Надо это несколько переписать. Во-первых, раскроем с вами векторное произведение. Мы с вами понимаем, что DL, это у нас DX, так мы ось X ввели, как показано вот у нас здесь вот справа на рисуночке, справа для меня. Вот. И мы получаем с вами, что DB равняется и на C на R в кубе, на DX, и на R, и на косинус альфа. Вот угол альфа у меня вот здесь обозначен. Вот это угол альфа, а вот этот угол получается P пополам минус альфа. Поэтому вместо синуса я пишу косинус. Дальше мы немножечко это восношение еще немножко преобразуем. Давайте мы все это дело параметризуем. У нас с вами два варианта есть. Либо мы все будем выражать через X, либо мы все будем выражать через угол альфа. Ну вот я предпочитаю выражать все через угол альфа. Поэтому для начала я выражу DX через D альфа. Заметим, что тангенс альфа, вот из прямоугольного треугольника, да, вот наш прямоугольный треугольник. Из прямоугольного треугольника мы понимаем с вами, что тангенс альфа равняется X, да, вот у меня, вот этот катет, это X, разделить на R большое. Если это соотношение продифференцирую, я получу, что DX равняется R до альфа разделить на косинус в квадрате альфа. И тогда я могу выразить D альфа через DX, используя это соотношение. Извините, DX через D альфа, да. Подставляю вот сюда DB, переписываю через DX. Вот, I на C получается R в квадрате R сократилось DX это R Dα на косинус в квадрате α Еще умножаю на косинус α И нам осталось с вами переписать R маленькое R маленькое тоже нужно выразить через X Мы будем пользоваться тем же самым замечательным нашим этим прямоугольным треугольником И понимаем мы с вами, что R маленькое равняется R большое Расстояние, на котором я смотрю от провода, разделить на косинус α И я смог все выразить через углы Причем так здорово получается, что все косинусы сокращаются И величина dB равняется I разделить на C на R большое, косинус α Dα И это могу проинтегрировать Пределы понятные, мы с вами интегрируем Вот отсюда с минус бесконечности до плюс бесконечности И поэтому у нас с точки зрения углов это то же самое, что интегрировать от минус π пополам до π пополам И мы получаем соотношение 2I разделить на C на R большое Это вот важный результат, он у нас уже скорее даже в следующих вопросах будет использоваться Например, в теореме о циркуляции Но тем не менее, этот результат полезно показать Что вы можете применять закон биосаваралопласта Для вас это никакого труда не составляет Следующий важный пример это поле кругового тока на I и поле на его оси Значит, представьте себе, что у нас есть с вами виток с током Вот он Радиус у этого виточка R Сила тока у нас равняется I И течет вот так вот она у нас Я хочу найти на некотором расстоянии, вот у меня есть моя ось Я на некотором расстоянии от нее ищу поле B Опять-таки, я разбиваю мой виточек с удовольствием в дребезги, да, на маленькие кусочки разбиваем наш виток Рассматриваем отдельный элемент DL Куда он создает у нас магнитное поле? Магнитное поле, создаваемое M Определяется по правилу векторного произведения и направлено сюда При этом я понимаю, что есть симметричный ему кусочек, такой же DL Который создаст магнитное поле, направленное вот сюда И получится, что горизонтальные компоненты, которые перпендикулярны оси Х Они у нас сократятся, останутся только вертикальные компоненты Компоненты, которые направлены вдоль оси Собственно, это и так понятно, поскольку у нас задача имеет осевую симметрию То поле вдоль оси у нас как раз-таки здесь и будет смотреть Поэтому я буду следить не за полем DB, не за вектором DB, а за проекцией этого вектора на ось Х Я получаю, что DBX равняется DB на косинус альфа Где угол альфа это вот этот уголочек, правильно? Ну и здесь из простой геометрии мы понимаем, что вот этот уголочек тоже у нас будет альфой DBX равняется DB на косинус альфа Ну давайте еще немножечко образуем Распишем с вами DB Используя закон биосаворолопласа DB у нас равняется величине силы тока И на DL разделить на C на R в квадрате Где R это вот это вот наше расстояние, правильно? Я здесь сразу воспользовался тем, что я могу раскрыть легковекторное произведение Здесь первый и возможно даже последний раз используется во всем курсе общей физики Терема о трех перпендикулярах Мы с вами понимаем, что вектор DL у нас перпендикулярен вектору R Поэтому у нас угол 90 градусов, никакой синус у нас не появляется Вернее, он просто равен единице DBX равняется И на DL на косинус альфа разделить на C в квадрате А дальше мы замечаем, что здесь в общем-то интегрировать-то ничего и не надо Все очень просто, правильно? У нас с вами все параметры, которые входят вот здесь в дифференциал для DBX Да, они у нас постоянные величины То есть у нас вот угол альфа постоянен Я двигаюсь вот по DL, да, у меня угол альфа не меняется R в квадрате у нас не меняется, потому что получается это конус описывает Этот вектор описывает вот так вот конус Да, его величина у нас не изменяется И получается, что у нас вместо интеграла, вместо DL просто пишем длину окружности 2P Ну и дальше нужно просто выразить через какие-нибудь одни и те же параметры Например, мы можем избавиться от угла, правильно? Вот мы здесь от него избавляемся К косинус альфа мы расписываем как R большое разделить на R маленькое И получаем вот это соотношение 2Pr в квадрате и разделить на CnR в кубе И вот с ним немножечко мы сейчас поколдуем, правильно? Потому что мы хотим плавно перейти к понятию магнитного момента Заметим с вами, что если у нас R маленькая будет гораздо больше, чем R большое Мы же люди такие логичные, правильно, R маленькая должно быть гораздо больше, чем R большое Вот, поэтому в этом приближении, когда мы достаточно далеко по оси убежали наверх То мы получаем с вами, что Bx равняется просто 2Pr в квадрате на силу тока разделить на CnRx в кубе Я R маленькая, которая была вот в этой дроби, заменил просто на X, правильно? Я получаю 2Pr в квадрате и разделить на CnRx в кубе И вот это соотношение мы с ним сейчас немножко поработаем Мы его перепишем, во-первых, следующим образом Pr в квадрате, то, что у нас стоит в числителе Вот эта вот величина, это площадь нашего витка Я получаю 2I на S разделить на CnRx в кубе И теперь давайте немножечко про него поговорим Введем определение Определением магнитного момента витка с током Представим себе на секунду, что у нас есть с вами виток с током Вот он Да, вот по нему течет вот так вот ток Сила тока у нас равняется I, площадь у витка у нас равняется S Давайте будем называть магнитным моментом следующую величину Мы будем называть произведение силы тока на площадь S разделить на C При этом S уже будет у нас вектором И направлен он будет по нормали к этой площади Которая определяется стандартным образом по правилу буравчика Правильно? Вот мы крутим наш ток И получается у нас нормаль направлена сюда И вот по этой нормали у нас с вами направлена наша площадь S И вот эта величина у нас будет называться магнитным моментом Мы не доказываем тот факт, что у нас магнитное поле вдалеке от витка с током То есть на расстоянии гораздо больше, чем характерный размер такого витка Например, его радиус Его поле B равняется точно так же, как и в электростатике поле Диполя Здесь у нас поле B равняется 3 M на R на R разделить на R в пятый Минус M на R в кубе Вот это соотношение Значит, я специально здесь сделал так, чтобы разными буквами обозначил магнитный момент Поскольку вы наверняка читаете книжки Я, во всяком случае, на это очень сильно надеюсь, что книги вы читаете И надо обратить внимание, что магнитный момент по-разному обозначается Обычно там либо M готическая, как вот здесь Либо M маленькая, либо буквой μ Ну вот мы будем стараться использовать буквы M маленькая Вот эту формулу, что поле B у нас равняется 3Mr на R разделить на R в пятый Минус M на R в кубе Мы ее не доказываем, но мы ее активно используем В частности, если мы будем с вами смотреть за полем на оси То у нас как раз-таки получится вот это соотношение Которое мы получили непосредственно интегрированием и предельным переходом Если мы возьмем вот это соотношение То у нас получится, что это должно равняться Удвоенный магнитный момент умножить на знаменатель В знаменателе у вас будет C на R в кубе R в кубе это как раз-таки X кубе и есть Если я распишу магнитный момент, то я получу как раз-таки I на S Теперь, все эти же самые соотношения, которые у нас были в электричестве Для силы, для момента сил, для энергии Мы их переносим на магнетизм Опять-таки мы это особо не обосновываем Хотя одну из этих формул мы с вами докажем Поскольку эта формула спрашивается в вопросе в билете Ну значит мы, сила F у нас равняется M на B Мы это не доказываем Что величина момента силы M равняется векторному произведению Магнитного момента на величину индукции магнитного поля Мы прямо в этом билете это и докажем И еще у нас есть с вами выражение для энергии Что энергия равняется минус скалярное произведение M на B Доказывать это в этом билете мы точно не будем Может быть в каком-нибудь другом докажем Прежде чем рассматривать величину магнитного момента Нужно ввести понятие силы Потому что именно силу у нас наш этот магнитный момент будет вращать И сила это сила Лоренца и сила ампера Опять-таки вернемся к нашему заряду Который по-прежнему куда-то там бежит направо Только теперь уже не он будет создавать магнитное поле А кто-то другое это магнитное поле создал И вот у нас зарядик бежит он туда Со скоростью V И он помещен в магнитное поле направленное вот так Тогда величина силы будет определяться С отношением Это иногда называют силой Лоренца Иногда называют магнитной частью силы Лоренца Ну вот у нас оно здесь приведено на слайде У нас получается, что сила F равняется 1 на C На Q и на векторное произведение V на B И опять-таки, если вы определите Используя правило векторного произведения направления силы То получится, что сила должна смотреть на вас Вот вы крутите И на вас она смотрит, эта сила То же самое Нам необходимо обобщить на случай Когда у нас есть с вами Вот упорядоченное движение зарядов Правильно? Как это было в случае с законом Биасового Ролопласа Опять-таки, представим себе на секунду Что вот у нас есть провод Вот значит по нему у нас бегут зарядики С какой-то скоростью V Упорядоченная скорость Вот как у нас по проводам ток бежит И мы этот ток поместили в магнитное поле На каждый заряд по отдельности Будет действовать сила Лоренца Я могу их просуммировать И получить силу ампера Если я проведу всю ту же самую процедуру Которую я проделал для Биасового Ролопласа Все то же самое, если я проделаю Просто сложу все силы Лоренца Умножу на dn dn распишу через концентрацию и объем То я получу, что сила ампера у меня равняется И разделить на С На dL и на B Соответственно, если у меня есть с вами провод Да, какой-то там длины, какой-то формы То не необходимо проинтегрировать по этому проводу И я получу, что сила F у меня равняется 1 на С на интеграл От dL на B И умножить на величину силы тока И Ну и теперь давайте посчитаем момент сил Который действует на виток с током в магнитном поле Представим себе, что у нас есть плоский виток Какой-то произвольной формы По нему течет вот так, как показано здесь на рисуночке у меня ток И он помещен в магнитное поле Которое для начала, пускай у нас будет просто лежать В плоскости витка с током И вот у меня поле B направлено сюда Тогда величина силы dF Мы ее с вами только что ввели Это сила ампера Она равняется и разделить на С На векторное произведение dL и на B Но давайте мы с вами немножечко это дело распишем Мы с вами понимаем, что нам нужно расписать векторное произведение В первую очередь Нам нужно расписать dL на B И это выражение примет вот следующий вид Это у нас вот здесь будет, да dL на синус альфа и на B Вылезает вот этот уголочек, который у меня здесь вот на рисуночке введен Да, угол альфа Это угол между горизонталью и моим направлением dL Если я dL умножаю на синус угла альфа Я получаю dx Это вот такая вот компонента вертикальная Ну и дальше мы можем это дело с вами расписать Правильно? Если нас интересует именно момент силы, который создается Например, как у нас вращается вокруг, ну не знаю, какой-нибудь оси вот такой Вокруг оси x посмотрим, как у нас вращается Рамка с током То она у нас будет вращаться, правильно? У нас сила ампера куда направлена? Если мы с вами понимаем, что ток у нас идет сюда Да, я значит кручу на нас Вот получается от меня От меня направлена сила ампера Ну опять-таки я говорю, здесь вот может быть будет чуть-чуть непонятно Потому что я зеркально отображен И сами, в общем, вы можете определить С помощью правил векторного произведения Куда сила направлена У меня получается, что она направлена от меня Вон туда А у нас получается от вас должна быть В слайд Соответственно, получается, что у нас будет тогда Это сила направлена сюда А если я рассмотрю вот этот кусочек, да То здесь сила будет направлена в другую сторону И возникнет момент сил dm Который будет равняться и разделить на c На b и на dx Это величина силы И умножить на плечо Правильно? Ну вот плечо мы в одну сторону берем Потом плечо в другую сторону берем И получаем δy Это расстояние между этим элементом И вот этим элементом Если я проинтегрирую Правильно? По всему моему контуру То есть проинтегрирую по x Вот от этой точки до этой точки пробегусь То вот эта величина dx умножить на δy Это будет не что иное, как площадь моего витка Я получаю, что величина модуля момента силы Равняется i на s разделить на c А это нам очень сильно напоминает магнитный момент Умножить на индукцию магнитного поля b Если мы хотим это записать вектором То у нас получается, что величина момента силы Равняется вектору магнитного момента Умножить на вектор индукции магнитного поля И вот такое соотношение у нас получается Можем это непосредственно проверить Посмотрев за направлениями Все сойдется, все получится Если же у нас у поля будет все-таки еще какая-то компонента Например, компонента, которая будет перпендикулярна этой картинке, то такая компонент у нас не создаст никакого момента силы. Что будет с силами в этом случае? У нас силы по-прежнему будут, но они будут лежать в плоскости рисунка, и они будут растягивать наш виток, они будут стремиться его деформировать, но они не будут стремиться этот виток с током повернуть. Поэтому мы всегда можем поле B разбить на две компоненты. Компоненты, которые будут лежать в плоскости рисунка, и компоненты будут перпендикулярные, которые ему. Собственно, векторное произведение это делает автоматически, и все это учитывает, что у нас поле B лежит в плоскости рисунка, а компоненты, которые перпендикулярны, никакого вклада в момент сил не создают. Собственно, на этом первый вопрос, посвященный магнетизму, у нас завершен.